Продолжение следует... В этом предприятии выступят многие опальные звезды, в числе которых и Вера Брежнева. 69-летняя певица рассказала об отношениях с секс-участницей Виагры. «Недавно встречалась с Брежневой. Она настоящая, очень красивая. Вера в Риге живет. Совсем недалеко от меня она будет. И на моем фестивале петь. Очень рада тому, что она здесь», — сказала Вайкуле. «Между делом исполнительница упомянула Льва Лещенко, с которым когда-то близко общалась. Не знаю, что могу наговорить. У Левы могут быть неприятности. Вообще он приличный человек, но из-за сегодняшней ситуации у нас нет связи. Я не буду звонить, потому что боюсь кого-то подставить. И мне не звонят», — призналась Лайма Станиславовна в ютуб-шоу «Игрянул Грэм». Известие о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе оказалось правдой. Расставание прошло с нешуточным скандалом и дележкой имущества. Продюсер Леонид Дзюник в беседе с одним известным порталом поведал о деталях конфликта в звездном семействе, который и положил конец многолетнему браку. По его словам, инициатором стала певица. При этом исполнительница умудрилась отобрать у бывшего мужа почти всю недвижимость. Брежнева настаивала, чтобы Меладзе высказался по поводу ситуации в мире, а тот ей ответил, «Я не буду ничего говорить, потому что я жил в России». Она устроила скандал. Оказывается, та вилла, на которой они жили, не их, они снимали. В их собственности был маленький домик на берегу какого-то озера. Меладзе остался только он. Недвижимость, которую в Прибалтике Вера отсудила, конечно, человеку тяжело. Теперь жить. Что теперь бедному делать? Он стал искать утешение в вине, заявил Дзюник.